Доброе утро, наши дорогие ученики, любимые учителя, уважаемые гости и родители! Мы рады видеть в этот прекрасный день всех, чьи жизни и судьбы объединяла и объединяет, согревала, и согревала своим теплом добрая, надёжная, весёлая, любимая Тазовская средняя школа! Сегодня во всех школах России начинается учебный год. И всё повторится. Уроки и перемены, контрольные и экзамены, непрерывная череда творческих дел и праздничные концерты. Но все заботы и хлопоты начнутся завтра, а сегодня праздник. Праздник встречи с одноклассниками и учителями после долгой летней разлуки. Но особенно радостный день сегодня у тех ребят, которые впервые перешагнут порог нашей школы и начнут долгое путешествие по стране знаний. Давайте бурными аплодисментами поприветствуем самых младших учеников. Подающих большие надежды наших первоклассников! Первый А-класс. Класс-руководитель Крёнкиня Наталья Григорьевна. Продолжение следует... Аплодисменты первому атласу! Аплодисменты первому атласу! Первый Б-класс! Классный руководитель Мацуса Галина Васильевна! Аплодисменты первому атласу! Аплодисменты первому Б-классу! Аплодисменты первому атласу! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты! Просим ребят пройти в зал! Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Первый К-класс Классный руководитель Волкова Аджела Юрьевна Аплодисменты первому К-классу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно проходить в зал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот, Ира, сегодня тот самый день, когда нужно начать новую жизнь. Не мелочитесь, начинайте! Начинаешь новую жизнь? С чего? Так, первого сентября. А с первого числа нужно всегда начинать новую жизнь. Тем более, мы все стали на возраст взрослее и отправляемся к страну знанием. Вперед! А для некоторых это жизнь новый отрезок, который через несколько месяцев превратится в результат поступления в ВУЗ. Да уж, нашим одиннадцатикластикам придется очень постараться, ведь от этого многое зависит. Давайте поприветствуем на нашей линейке будущих выпускников 2024! АПЛОДИСМЕНТЫ Мы приветствуем 11-й А-класс, класс-руководитель Саенко Наталья Геннадьевна. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы приветствуем 11-й В-класс. Классный руководитель Корошева Галина Марьяновна. Громче аплодисменты! Еще раз поприветствуем 11-ти классников! Пусть фанфарно звучит, но зависит от нас вся Россия, любовь к ней взаимна. И не просто мелодия грянет сейчас, мощь и гордость российского гимна. Россия, священная душа держава, Россия, любимая наша страна. И Божья, яная, великое слава, Своё настояние на всем временам. Славься, Отечество! Славься, Отечество! Славься, Отечество! Торжественную линейку, посвященную начало нового учебного года, году педагога и наставника, объявляем открытой! После летних каникул школа распахнула свои двери для всех ребят в обновленном виде. Изменился фасад, появилось молодежное пространство, обновленные кабинеты и учительская. Благодаря поддержке президента, губернатора, наша школа засияла новыми красками. Школьные годы – волшебная лестница, по которой все мы переходим из класса в класс, обладевая новыми знаниями, приобретаем умения и навыки. На первую ступень этой волшебной лестницы сегодня вступили новые ученики нашей школы – наши первоклассники. Для малышей сегодня прозвонит самый первый в их жизни звонок. И начнется трудная, ответственная школьная пора, полных тревог, радостей, открытий. Дорогие первоклассники, вы будете учиться в нашей школе. В школе, где сильны традиции и крепких знаний, высоких спортивных достижений. В школе, где каждый может стать звездой, яркой, искрящейся и никогда не потухающей, на огромном жизненном небосводе. Для наших одиннадцатиклассников сегодня, так же, как и для первоклассников, волнительный день – выход на финишную прямую. Пусть ваш учебный год будет самым запоминающимся, интересным, полной эмоций и новых впечатлений. А чтоб в школе не было раздоров, пустых обид и агрессивных споров, что все могли здесь мирно, дружно жить, директор должен мудрым, справедливым быть. Да не сочтет же он залезть, Ольга Николаевна в нашей школе есть. Слово! И по сравнению с директором нашей школы, Ольге Николаевне Борисовне. Доброе, прекрасное сентябрьское утро. Школа – это самый лучший этап в жизни каждого из нас, сидящего в этом зале. Школа – то, что остается навсегда. Там, в глубине души, в сердце. Наши школьные учителя, друзья, наши одноклассники. Сегодня праздник для всех. Все мы когда-то были учениками. Но особенный праздник для них, наших маленьких жителей, которые сегодня носят гордое звание первоклассников. Дорогие мои ребята, будущие – теперь уже ученики Тазовской средней школы. Пусть ваша школьная жизнь будет самой запоминающейся. Учитесь, дружите, любите, познавайте все новое. Ваши педагоги всегда вам помогут. А рядом с вами будут мои любимые выпускники, выпускники 2024 года. Для вас сегодня последний первый звонок. Сегодня вы вступили на самую высокую ступеньку школьной жизни. Сегодня вы моя опора, вы моя гордость. Вы те, кто должен всегда помогать мне и нашим педагогам. Каждый из вас поставил себе определенную цель, которой, я уверена, он будет стремиться весь год и всю свою жизнь. У каждого свои цели, но хочется, чтобы вы эти цели достигали всегда. Один бизнесмен сидел на берегу реки и наблюдал за тем, как рыбак ловит рыбу. Вдруг он увидел, что рыбак поймал огромного тунца. Обрадовавшись, рыбак свернул свои удочки, подплыл к берегу и собрался идти домой. Бизнесмен к нему подошел и сказал, а сколько ты рыбачил? Ну, час-полтора. А почему ты поймал одну рыбу и прошел домой? Я уверен, что сегодня улова хватит, чтобы накормить мою семью. Но ты же мог сделать это гораздо больше. А зачем? А вот с чего начинается твой день? Я сплю, иду на рыбалку, играю с детьми, обедаю. Вечером иду с друзьями играть на гитаре. Моя жизнь наполнена всегда какими-то событиями. А почему тебе не поймать больше рыбы? Зачем? Затем ты что можешь потом купить себе? Одну лодку, две, флотилию. А потом? Ну, а потом ты можешь открыть себе огромный завод. А потом? А потом ты можешь, закрыв завод, уже просто продавать в город рыбу. А потом? А потом ты будешь сидеть дома в офисе, А все будут ловить тебе рыбу, приносить, и ты будешь богатым. У тебя будет красивый дом. Все будет просто так, что тебе ничего не нужно будет делать. А сколько лет пройдет? Ну, 10-15. А потом? Ну, потом ты просто ничего не будешь делать. Рыбак покачал головой и пошел домой к своей любимой семье. Потому что он был уверен, что жить потом нельзя. Нужно жить сегодня. Наполняя свою жизнь событиями яркими, запоминающимися. Ставить какие-то определенные цели. Достигать их, любить, дружить. И всегда понимать, что, как говорили древние, Идите медленно, но при этом совершайте добрые поступки. Дорогие мои ребята, уважаемые родители, педагоги, С праздником, с начала нового года, нового учебного года! Пусть будет все так, как нам с вами хочется. Поздравляю вас! Всем давно известно, что школа – это наш второй дом, куда часто приходят гости. Вот и сегодня мы рады приветствовать наших гостей. Слово предоставляется исполняющей обязанности заместителя главы администрации Тазовского района по социальным вопросам Ирине Васильевне Буэновской. Добрый день, дорогие ребята, уважаемые Ольги Николаевны, уважаемые педагоги, уважаемые родители. Поздравляю всех с самым, наверное, замечательным днем, с первым днем осени, с Днем Знаний, потому что правильно Ольга Николаевна сказала, все мы с вами когда-то были первоклассниками, одиннадцатиклассниками, и вот мы сегодня выросли. У вас уже, у выросших родителей, свои дети, свои первоклассники, одиннадцатиклассники. Поэтому школа – это на самом деле второй дом. Мы с вами всегда вспоминаем своих первых учителей, своего директора любимого. И поэтому этот день на самом деле – это день, праздник всех. Сегодня на Ямале за парты впервые сядут более двух тысяч детей. Всего сядут за парты более восьмидесяти тысяч. В Тазовском районе сядут первоклассники – 373 человека. Это очень отрадно и приятно, то, что развивается и на Ямале с каждым годом все больше и больше первоклассников. Я желаю каждому из вас мудрости, прилежания, достижения успехов, целей побед новых. Разрешите зачитать приветственный адрес от главы Тазовского района Виктора Клименевича Югай. Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители, поздравляю вас с началом нового учебного года с Днем знаний. Для всех нас важно, чтобы юные тазовчане получали качественное образование, могли в полной мере раскрыть свои способности и таланты. Наши учителя имели достойные условия и для работы, и для жизни. Для этого в нашем районе создаются все необходимые условия, укрепляется материально-техническая база школ, вводятся новые социальные и спортивные объекты, растет профессионализм и мастерство преподавателей. Я добавлю к этим словам, что в этом году, с 1 сентября 2023 года, у нас приступают 39 новых педагогов, из них 19 молодых специалистов. И очень приятно, что 17 специалистов – это наши, бывшие ученики наших школ. Спасибо большое. Пусть этот год станет для всех вас успешным и продуктивным, интересным и познавательным. Дорогие ребята, впереди вас ждут новые возможности, не упускайте их, смело шагайте по дороге знаний, будьте старательными и настойчивыми в достижении своих целей. В добрый путь, с уважением, глава Тазовского района. Дорогие ребята, разрешите преподнести вам приветственный адрес и цветы. Словами поздравления к вам, ребята, обращается депутат Думы Тазовского района, Дмитрий Владимирович Анисимов. Добрый день, уважаемые педагоги, родители, ученики. От себя лично, от лица районной Думы, позвольте поздравить вас с таким замечательным праздником, Днем Знаний. Дорогие первоклассники, сегодня, войдя в стены этой школы, вы начали свой путь к знаниям. Желаю вам, прежде всего, хороших оценок, новых друзей, интересных и увлекательных уроков, добрых преподавателей. Ну а для вас, агентство властей, сегодня уже, как Николай наговорил, действительно прозвучит последний первый звонок. У вас очень насыщенный впереди сложный этап. Вы должны, прежде всего, определиться с той окончательной профессией, в которой вы пойдете по жизни. Хорошо вам сдать ЕГЭ, поступить в те учебные заведения, которые вы запланировали. Родителям и учителям огромного терпения. Еще раз с праздником. Спасибо. Слово предоставляется заместителю начальника департамента образования Светлане Михайловне Ашестериковой. Добрый день, уважаемые первоклассники, одиннадцатиклассники, педагоги, родители, гости нашего сегодняшнего большого торжества. Позвольте от всей души, от департамента образования, от лица Альфтины Эриковны Тетериной, от себя лично поздравить вас с этим замечательным, светлым днем, днем знаний. Этот первый день осени дорог каждому из нас. В этот день вновь оживают школьные классы, улицы, пестрят букетами цветы в руках, а взрослые с теплой грустью вспоминают, как сами когда-то впервые вступили, переступили школьный порог, вступили в эту замечательную школу, школу-страну знаний. Прежде всего хочется поздравить наших замечательных первоклассников. Сегодня они ученики. В этот первый день школьный звонок прозвучит для наших одиннадцатиклассников, учеников Тазовской средней школы. Для них начинается новая жизнь, полная увлекательных открытий об окружающем мире, о себе, а для их родителей время новых забот и хлопот. Особое поздравление нашим выпускникам. Этот год для вас особенно волнующий, долгожданный, запоминающийся. Этот год максимального проявления своего усердия, целеустремленности, принятия осознанного выбора будущей профессии. Пусть стремление к самосовершенствованию и новым победам сопутствует вам и в этом учебном году. Уважаемые родители, вы вместе с вашими детьми идете шаг за шагом по школьной дороге, вместе открываете страничку за страничкой в увлекательной книге знаний. Уважаемые педагоги, сегодня мы с надеждой смотрим на наших учеников, которые год от года радуют своими успехами. Это и блестящие результаты на экзаменах, и участие школьников в олимпиадах, научных конференциях, и их активная жизненная позиция. Все победы и достижения школьников, конечно, это и ваша заслуга, это результат вашего чуткого сопровождения и наставничества. Выражаю вам особую признательность за беззаветную преданность профессии, педагогический талант и любовь к детям. От всей души желаю в новом учебном году педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, профессионального личного счастья и благополучия, родителям мудрости, душевного равновесия, терпения, а ученикам новых творческих побед, свершений, успехов и побед. С уважением, Алевтина Эриковна Тетерина. Добрый Путин. Слово предоставляется советнику директора по воспитанию Елизавете Романовне Беденевой. Добрый день, дорогие родители, дорогие педагоги, дорогие наши выпускники и первоклассники. Я хочу вас поздравить с этим прекрасным днём, с началом учебного года. С 1 сентября 2022 года у нас в стране реализуется проект «Навигаторы детства». Символ этого проекта — самолётик. Самолётик — это не только путешествие и свобода, но также символ настойчивости, знаний и смелости. Наши выпускники подготовили для вас эти самолётики, чтобы они сопутствовали в вашей учёбе и придавали вам всегда смелости. Я вас поздравляю и давайте под аплодисменты выпускники подарят самолётики первоклассникам. Ещё раз с праздником всего самого наилучшего и главное — побольше терпения и знаний. Звенит торжественно звонок, зовёт тебя в учебный класс, чтоб ты за каждый свой урок копила пять про запас. И мы желаем, чтобы ты ещё везучую была до каждой золотой звезды. Легко маршрут найти смогла, чтоб ты подружек обрела и не грустила никогда, а по судьбе тебя вела только счастливая звезда. В школу я уже готова. Мама, не переживай. От меня скорее в день знаний поздравления принимай. Обещаю я учиться на четыре и на пять. В школу я не прогуляю, буду знания получать. Не шутите с моей дочкой. Настя ходит в первый класс. Настя вскакивает ночью и кричит. Который час? Раньше мы будили Настю. Нынче Настя будит нас. Мелу мамы потерялся. Это дочь наедине. Молча мелом буквы пишет. На полу и на стене. Не заблудишься теперь. На двери есть слово «дверь». По утрам скороговорку часто стала слышать я. Я наелась на пятёрку. Завтрак тоже был на пять. Всё по-новому у нас. Настя ходит в первый класс. Словно птичьи треви прозвенят звонки по всей стране. Отдохнули детки, загорели. В школе подготовились вполне. У ребят восторженные лица. Все кричат кругом наперебой. Время впечатлениями делиться. Мне с тобой и тебе со мной. Долго ута ждал такого. Не сомкнул почти что глаз. Я шагал гордо в школу. Самый главный первый класс. Сегодня мы в садик уже не идём. Сегодня мы новые ранцы несем. Не куклы и зайки, а книжки у нас. Мы в школу пришли первый раз в первый класс. В первый раз идёшь сегодня в школу. В первый класс. На первый свой урок. Этот день запомнится надолго. Школьный двор, учитель и звонок. Впереди ошибки и победы. Только не сворачивай, шагай. Терпеливый будь всегда. И смелый трудности упорством покоряй. Пусть этот год как можно больше знаний принесёт. Иди дорогой знаний смело. Иди всегда вперёд. Возьми рюкзак тяжёлый, а в нём карандаши. Открой тетрадь в линейку. Задания запиши. Учись всегда, сыночек. Ведь знания — это клад. Ведь говорят, кто всё на свете знает, тот истинно богат. Папа, все твои советы и подсказки хороши. Ты мой друг, наставник верный. И всегда готов помочь. Я могу с тобою, папа, все задачки превозмочь. Я стою по фильму порога. И хочу сейчас папе сказать, потрудиться придётся намного, чтоб знаний побольше набрать. Предстоит вместе делать домашку. И на тебя надеюсь, родной. Ты мудрее, рассудительнее, старше. Уже опыт скопил за спиной. Собираешься учиться? Время неуклонно мчится. Мы уверены, что знания жизни очень пригодятся. Обучение — это труд. Сложный и внимательный. Но награды все придут. К тебе. Обязательно. Знаю, выберешь себе лучшее занятие. И успешной девушкой станешь обязательно. Листьям время опадать, Птицам время улетать, Гребникам блуждать в тумане, Ветру в трубах завывать. Солнцу стынуть, тучам лица, Нам с тобой идти учиться, Буквы с цифрами писать, По слогам букварь читать. Я проснулся утром рано, На портфель свой сразу глянул. В нём тетрадки и стихнишки. Я спать и лёг, Простым мальчишка, Я проснулся школьником. Знание свет тебе, Пусть манит. Удаётся всё пускай. Доставай скорее учебник, Цели ставь и достигай. Дети мне большой портфель Собирали целый день, А потом мне книжки снились, Сами шли в него, ложились. Букет цветов в твоих руках И ранец новый за плечами, В глазах волнения и восторг, Сжимаешь крепко руку маме. Сегодня главный праздник твой, Ты первый раз шагаешь в школу, Ты первоклассник, Ты большой, Теперь всё будет по-другому. Собирайте в первый раз, Стало вдруг тревожно, Но здесь семья, мой класс, Здесь и без мамы можно, Учительница здесь, Вторая наша мама. Мир знаний, добрый час, С улыбкой нам сказала. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я как быстро пролетела, Как спасая карусель, А глянусь, а не успела, Как купили мне пакет. До игрушек мне не дело, Обижаются друзья, Я как будто возрастела, До начала сентября. Субтитры делал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 Девушки отдыхают Невозможно просто пробраться! А еще говорят, что доступ к знаниям всем открыт! Конечно всем! А ты что, Буратино, хочешь поступить в нашу школу? Да нет же! Я за ключом пришел! За каким ключом? Ты потерял ключ от квартиры? Ничего я не терял! Я за другим ключом! Мне говорили, что в начале каждого учебного года одному мальчику или девочке дают специальный ключик знаний. С помощью его можно даже не учиться! Ты будешь всегда учиться на хорошо и отлично! Вот и я хочу заполучить такой ключик! Хочу быть самым умным! А то мальвина замучила меня своим учением! А ты знаешь, Буратино, что такой ключик получить непросто! И нужно пройти испытание! Ну вот! Опять испытание! Ребята, а вы мне поможете? Да! На странице букваря 33 богатыря! Мудрецов-богатырей знает каждый громотей! Они известны, знамениты и зовут их... Громче! Алфавитом! Если ты его оточишь, нарисуешь все, что хочешь! Солнце, море, горы, пляж! Что же это? Городка! Да! Шея длинная такая, хвост крючком и не секрет! Любит всех она лентяев, а ее лентяя нет! Отвечайте, Бойко! Что же это? Двойко! Стоит дом, кто в него идет, тот и ум приобретет! Двойко! Да! Выдержали экзамен! Вы на отлично! Вы на рост смышленый! Очень симпатичный! Ну все, Мальвина, отдавай мой ключ! Нет, Буратино! Этот ключик мы отдадим первоклашкам! Пусть они знания набираются! А я тебя сама учить буду! Ну вот! Буратино и ребята! Этот ключик непростой! Он будет передаваться из класса в класс за лучшие достижения и хорошее поведение ребят! Ребята, давайте немного поиграем в игру «Как живешь?» Чтобы развеселить Буратино, вставайте все на ножки и повторяйте за нами! «Как живешь?» «Вот так!» «Как идешь?» «Вот так!» «Как бежишь?» «Вот так!» «А как плывешь?» «Вот так!» А как шалишь, а как грустишь, а как грозишь. Вы все очень большие молодцы. Всем пока! Пока! Сегодня волнительный день и для всех одиннадцатиклассников. Это ваш последний школьный сентябрь. Последний учебный год, который подарит вам огромное звание выпускник. Девочки, мальчики, школьные года. Все мы романтики, есть у нас мечта. И пусть пока мы, только дети, нам еще расти. Но свои детские, нам на земле шли. Это мы, трудные мы, дружные мы, и вкусники, и малыши. Нам открыть не все пути. Как было всегда, вчера, где пора. А завтра быть большие люди. Большая страна, большие мечты здесь будут. Большим кораблям, большие моря, И гердиозные открытия. Вереги к мечтам, поможем им воплотиться. Мы для тебя. Мы для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дорогие первоклассники! У вас сегодня день особенный. Вам радостно и весело сейчас. Пришел вам пожелать успехов наш дружный выпускной 11-й класс. Вам посчастливилось попасть в замечательную школу. С приятным для вас вторым домом. Мы принимаем вас в нашу душную землю. В подарок от нас эти разноцветные шары. Не простые, а волшебные. Белый шар — это знание и интеллект. Пускай ваши знания будут прочными. Желтый шар — творчество и фантазия. Пускай ваша жизнь будет яркой и интересной. Зеленый шар — лидерство. Добивайтесь высот в учебе, спорте и творчестве. Синий шар — это мир. Пусть счастье будет в каждом доме, в том числе и в нашем, школьном. Красный шар — это чувства и эмоции. Мы дарим вам тепло наших сердец и с любовью встречаем в нашей дружной семье. Шары, конечно, волшебны, но станет ли сказка вылью, зависит от каждого из вас. Мы хотим, чтобы вы полюбили нашу школу так же, как любим ее мы. Желаем вам светлой дороги, мир знаний, чудес и открытий. Пусть будет успешная учеба и много счастливых событий. Дорогие первоклассники, этот год для вас пролетит очень быстро, и мы с вами снова встретимся. Уже весной, но для того, чтобы попрощаться, ведь для нас это последний школьный год. Любите эту школу так же, как любим ее мы! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы школьная семья, а это значит, что школа там как дом, как кабинет. Все вместе мы команда не иначе, запомним эту истину навек. Мы в школу ходим каждый день, мы знаем каждую ступень. Мы в школе следствия оставляем и держим перед нею мы ответ. А она в судьбу нашу вершит и имеет право досудить. Команда молодости нашей и школы, без которой нам не жить. Мы школьную науку постигаем и получаем жизненный урок. Встречаем мы друзей и провожаем, когда звенит заливистый звонок. Мы в школу ходим каждый день, мы знаем каждую ступень. Мы в школе следствия оставляем и держим перед нею мы ответ. А она в судьбу нашу вершит и имеет право досудить. Команда молодости нашей и школа, без которой нам не жить. Мы в школу ходим каждый день, мы знаем каждую ступень. Мы в школе следствия оставляем и держим перед нею мы ответ. А она в судьбу нашу вершит и имеет право досудить. Команда молодости нашей и школа, без которой нам не жить. Команда молодости нашей и школы, без которой нам не жить. Сентябрьский звонок для обычного человека – повод вспомнить о школьном детстве. А для учителей – это стартовый сигнал к новому жизненному этапу, новым педагогическим идеям, новому творческому вдохновению. 2023 год указан президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом педагога и наставника. Учитель – это уникальная профессия вне времени, моды и географии. По-прежнему остается нужной и востребованной. Потому что учитель – судьба и призвание, творчество и вера, удача и любовь. Дорогие учителя, в нашем труде познания мира вы главные. Мы поздравляем вас с началом нового учебного года и говорим вам большое спасибо. В этот солнечный мир мы приходим осенними тропами. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»